В Госдуме заявили, что масштабный сбой Телеграм был вызван перенастройкой шлюзов Роскомнадзора. Представьте, они везде хотят влезть. Зампред комитета по информационной политике Ткачев. А что же сам Роскомнадзор не сказал? Это чушь и лажа. Какие шлюзы? Какая перенастройка? Бред сивы кобылы. И проблемы наблюдались в работе МТС, Мегафон, Ростелекома, Билайн, Теледва, Йота, Убер, Ватсап. И пишут, что это не тестирование суверенного интернета. Понятно, что это не тестирование никакого суверенного интернета. То есть, они говорят, что это Роскомнадзор творит. Тогда почему же во Франции ни у кого Телеграм не работает, если это Роскомнадзор? Такой он великий, этот Роскомнадзор. По всему миру сейчас ложится интернет. И вот сотрудники ведомства Минцифры устанавливают причины произошедшего и прочее. И вот сообщение, что в Красном море первый кабель был обрублен еще 24 февраля. По одну проложено около двух десятков интернет-кабелей. По меньшей мере, один из которых, принадлежащий компании Сиаком, вышел из строя в субботу 24 февраля. Это в Баб-Эль-Мадемском проливе. То есть, который очень узкий. Их со всех сторон. Ну, не со всех, с одной стороны, точно там хуситы. И поэтому интересная ситуация, что сегодня остальные кабеля тоже перерублены. И вот агентство израильское Global сообщает, в Красном море хуситы повредили 4 кабеля связи. Ну, хуситы это или не хуситы, я не знаю. Что кабеля связи там перерубили 100%. Ну, представьте себе этих хуситов, да, с чем они там будут рубить. Если это какие-нибудь черти из подразделения Парус, ну, иными словами, боевые пловцы, да, на лошарике. Ну, это я понимаю, да, они могут. Их этому учили, они умеют это делать. Северокорейские боевые пловцы, я вполне допускаю. Хуситы могут это только на себя взять. Навряд ли они там занырнули, блядь, с ножницами и перерезали эти кабеля. Все это гораздо сложнее. Поэтому, ну, я вполне допускаю, что они тоже присутствовали там, да. Хотя, не знаю, хотя, может быть, и не присутствовали. Может быть, те, кто это делали, решили инкогнито все это произвести. Обратите внимание, абсолютно не случайно выбран день. То есть, ждали, когда будет наибольшая солнечная активность. То есть, садануло очень нехило, просто очень нехило. Садануло солнце по земле, как мы вчера писали. И в этот момент режут кабеля. Причем это очень серьезная линия интернета, которая проходит там, проходит по Красному морю, по дну Красного моря, да. Проходит мимо этих куситов, да. И вот на сегодняшний день я так понимаю, что все терпят проблемы из-за интернета, да. Вполне допускаю, что, ну, если это какая-то синергия, да, то есть, если это совместное действие каких-то, условно, боевых пловцов, каких-то хуситов, да, там, солнца. Тут должны, конечно, и хакеры были подключиться, которые все это начали рушить. Кто могут быть эти хакеры? Ну, скорее всего, Северной Кореи, да. Ну, китайцы навряд ли своих станут подставлять, но это с их подачи делается, безусловно. Это такая проверка. Посмотреть, что с этого получится. Возможно, иранские какие-то мощности задействуют, ну, по крайней мере, железо. Представляете, сколько по всему миру там чертей сидит, да, которые поддерживают Иран, и у которых дома достаточно мощные компьютеры, серверы и так далее. И благодаря этому можно создать очень серьезное напряжение, очень серьезное. Поэтому я думаю, что все вот эти вещи, которые происходят, я думаю, что они согласованы. И это такое мероприятие, которое наверняка отслеживается и спецслужбами Соединенных Штатов, но они, как всегда, промолчат. Да, так что вот этот Баб-Эль-Мандепский залив, конечно, еще принесет много интересного. Представляете, сейчас надо туда нырять и эти кабеля как-то соединять, да, или менять эти кабеля, а их там снова разрушат. И интересно. Я думаю, что сейчас как раз те, кто вывел на орбиту спутники связи серьезные и интернет-спутники, они будут иметь колоссальное преимущество. И их, я думаю, вот сейчас Skylink и Илона Маска скакнет в цене и скакнул уже значительно. Так что если есть у вас свободные деньги, покупайте эти акции, потому что сейчас с интернетом начнутся очень серьезные проблемы, вот именно с проводным. Субтитры сделал DimaTorzok